Это еще не Формула-1, но уже Формула-студент. Международные соревнования болидов, которые собраны умельцами из вузов. Команда российского МАМИ доказала, что будущие автоконструкторы что надо. За них болела Станислав Радикульцев. Болид, внешне похожий на картинг на анаболиках, несколько истерично проходит быстрые повороты, резко разгоняется и быстро тормозит. Я, короче, сейчас нашел такой радиус, что я просто вот так вот еду, руль, и вот это колесо нормально, а вот это в воздухе висит, я его вот так вот рукой покрутил. И винить вроде бы некого механики и инженеры на этом гоночном треке, как и сам пилот студента университета МАМИ. После финиша разбор заезда. Последним болидом управлял преподаватель Пабло и Туральде. Она крутая очень. Ну тут это и грузки шла, а это вот машина. В этих гонках то, что скрыто в вузовских аудиториях, едва ли не важнее, чем сама машина. Здесь хоть и стоит двигатель японского мотоцикла, все же большинство деталей приходится делать самим. Приходится изготавливать некоторые детали, как говорится, иногда кустарным способом, иногда с недостатками, недочетами. Очень много расчетов, которые проводятся, ну, нами студентами, они немного неточны. Несмотря на довольно игрушечный вид, машина стоит порядочных денег, миллион рублей. На стипендию такой не построишь, даже всем курсам помогают спонсоры, в основном запчастями. Болид студенческой формулы, это, конечно, больше, чем картинг, но еще значительно меньше, чем формулы 1 сидеть. Хотя здесь немножко удобнее, чем в боевом болиде формулы. Здесь все под рукой, вот слева рычаг переключения передач и, как положено, три педали. Газ, сцепление, тормоз. На руле есть индикация, говорящая об оборотах и скорости движения, ну, и еще какая-то информация, которую знают, в принципе, только пилоты. Я проехаться, наверное, не рискну, все-таки конструировали болид студенты, и кто его знает. В гонках на студенческих болидах наши студенты занимают пока только 30-е место, но и конкуренция здесь жестче, чем в королевских гонках. Более ста команд, не говоря о текучке кадров, после каждого выпускного приходится искать новых инженеров и пилотов. Впрочем, эволюционируют болиды гораздо быстрее, чем в формуле 1. Ну, идет первый, его не видели, но, то есть, когда это появилось, это было, ну, племян. Первый, а ты поворачиваешь направо, наездили налево и так далее. Станислав Редикульцев, Дмитрий Стародубский и Александр Попов. Вести.